Друзья, приветствую вас на канале, где мы проводим ряд экспериментов. Сегодня я хочу поэкспериментировать с вот этими саморезами, у которого есть пресс-шайба и есть сверло на наконечнике, с возможностями их в отношении сверления металла. Я недавно выкладывал в виде ролик, в котором было показано, как такой саморез сверлит керамическую плитку. Он с ней справился. Теперь хочу посмотреть, какой толщины металл он может просверлить. В данном случае у меня алюминиевая болванка есть и угол 3-х миллиметровый стальной. Посмотрим, как он справится с этой задачей. Я напомню, что такого плана саморезы используются для крепления различного рода профилей в конструкциях разного назначения, внутренних и наружных. Я буду использовать укороченный вариант этого самореза, потому что он не так соскальзывает, легче им управлять. Итак, начнем с алюминия. Я здесь уже пробовал, но на ваших глазах сейчас проделаю новое отверстие. Итак, поехали. Итак, как мы видим, вопрос отверстия в алюминии, это дело нескольких секунд. Дальше его отсюда доставать, чем сверлить само отверстие. Так, попробуй выковырить его. Так, есть. Заметьте, толщина алюминиевой болванки здесь где-то 3 миллиметра. Тело ее в разных местах видно. Думаю, что вам хорошо тоже видно. Так, идем к железу. Берем профилек. Ставим его поудобнее. Чистое поле, нет отверстий. И поехали. И снова, как мы видим, у нас положительный результат. Опять выкручивать приходится его с трудом. Но не суть. Вот оно отверстие. Полный сквознячок 3 миллиметра. Я специально линеечку приложу, чтобы было видно, что это все-таки 3 миллиметровое. Железо, думаю, что вам хорошо видно. Так, ну не хочется на этом останавливаться. Хотя у меня более толстого металла нет. Я все же попробую еще немного нагрузить этот саморез. И этот же попробую. Не получится, так не получится. Но попробую два угла вместе соединить и посмотреть, сможет ли он их просверлить. Без остановки попробуем это сделать. И так, ребята. Поехали. Да, наверное, сдался. Давайте еще раз попробуем. Еще раз попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, начинает наворачивать второй саморез. Вот он, видите, сорвало с него сверло, вот оно осталось внутри, вот оно, вот оно отверстие, уже было почти готово. Немножко не выдержал нагрузки. Итак, видим, друзья, что вот такой саморезик может вполне легко проходить. Металл 3 мм. Но я думаю, что если бы я сверлил новым саморезом сразу насквозь два, это было для него единственное отверстие, он бы его прошел. Так, поскольку и алюминий, и один угол, и второй, то он уже сдался. Но, тем не менее, можем быть уверены, что 3 мм этот жутчок легко проходит. Так что при случае, если бы нет под рукой сверла по металлу, эта вещь может вас выручить и помочь проделать небольшое отверстие. Например, под саморез. Или сама служить крепежом в этом случае. Так что, друзья, имейте в виду, если результат эксперимента вам понравился, экзамен эксперимент вы считаете полезным, можете поставить лайк и даже на счет подписки поразмышляйте, если оно вам надо. Ну, на этом я заканчиваю и с вами прощаюсь. Все, всем пока!